Добрый день, друзья! С вами Тед Мозби. Сегодня мы посмотрим коробку под названием Детектив. То есть, детективная коробка от моих любимых Зави Бокс. Я думаю, что коробка должна быть хорошая, потому что оценки у нее высокие на сайте. Давайте откроем и посмотрим. Я открыл коробку и, ребята, первое, что я здесь вижу, мне наконец-то положили золотую монету. Я так счастлив, просто вы не представляете. Смотрите, все предыдущие монеты у меня были серебряные. Таких вот, пять тысяч в мире. А таких тысяча. Представляете, золотая монета, наконец-то. Я очень счастлив и очень растроган. Ладно, не будем отходить от тем. Это золотая монета, выполненная по фильму Hot Fuse, или как же у нас в русской локализации, типа Крутые Легавые. Второй фильм из трилогии Корнета, который снял величайший режиссер Эдгар Райт. На лицевой стороне монеты изображен сержант Николас Энджел, роль которого исполняет Саймон Пэк. Сверху располагается надпись Never Taken a Shortcut Before, что переводится как Никогда не ходил короткими путями. Или Никогда не пробовал срезать. Эта фраза стала своеобразным мемом для этого персонажа, потому что он произносил ее в каждом фильме, когда перепрыгивал через забор. С другой стороны монеты изображен шлем британских полицейских. С еще одной комической фразой With respect, sir, you can't just make people disappear. Что означает, вы же не можете, sir, просто так убрать человека. Эту фразу произнес Николас Энджел, когда его выгоняли за слишком хорошую службу. With respect, sir, you can't just make people disappear. Yes, I can. I'm the chief inspector. Well, however you spin this, there's one thing you haven't taken into a cat. And that's what the team is going to make of this. И отвечу на вопрос, почему же эта монета оказалась в коробке под названием детектив? Да потому что сам фильм типа Крутые легавые является пародией на другие детективные фильмы. Следующая у нас это фигурка по первому сезону сериала Джессика Джонс от компании Quantum Mechanics. Фигурка абсолютно простая, ничем не примечательная, выглядит прикольно. Вообще мне нравятся фигурки от Quantum Mechanics, они такие минималистичные и выглядят миленько, поэтому я доволен и она посоединится куда-нибудь ко мне на полку. Третья вещь в коробке это комикс под названием The Shadow Batman, или же Тень Бэтмен. Данный кроссовер насчитывает всего 6 выпусков, как видите у меня первый. Мини-серия рассказывает о том, как Бэтмен берется за расследование таинственного убийства в Готэме и узнает, что с этим как-то связан Ламонт Крэнстон, а то есть Тень, который, как казалось, уже много лет, как считается погибшим. Бэтмен решает во что бы то ни стало добиться правды от Ламонта, и тогда появляется Тень, чья задача помочь Бэтмену найти убийцу, чтобы Бэтмен оставил Крэнстона в покое. Честно говоря, до этого момента я понятия не имел, кто такой этот персонаж Тень, но в Америке в 30-х годах он был достаточно популярен. И без него Алан Мур не написал бы «Вэз значит Виндетта», не было бы «Черного плаща» и, скорее всего, не было бы даже самого Бэтмена. На самом деле, это очень интересный персонаж, и, возможно, я когда-нибудь сделаю о нем ролик, если мне будет не лень. И, наконец, крайняя вещь в этой коробке – это футболка, вот с таким принтом Бэтмена и двуликового. Честно говоря, я не знаю, что это за принт, ну, вообще, просто это принт или, может, срисовка с какого-то комикса или какой-то кадр. Я, в общем, не знаю. Если вы знаете, напишите в комментариях, пожалуйста. А я давайте ее примерю. Ну, вот так она выглядит. Вот. На меня она большая, хотя это L-размер вроде как мой должен быть, но она какая-то большеватная, но ничего страшного. Она прикольная. Мне нравится. Буду в ней дома ходить. Ну, в общем, на этом все, ребята. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. С вами был Дед Мосби. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы первым видеть следующий ролик. А я с вами прощаюсь до следующего ролика. Пока. 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 Пока.